Девушки отдыхают Здоровый водитель. Его зовут Денис, очень приличный, скромный человек. Очень хорошо, я же только что уволил старого водителя. Да, вы только что уволили Виктора, сейчас пришел Денис. Да, позовите, пожалуйста, Дениса в кабинет, я хочу с ним познакомиться. К вам в кабинет, Виктор Николаевич? Да, будьте любезны, ко мне в кабинет. Синю секундочку. Денис, пройдите к Виктору Николаевичу в кабинет. Спасибо. Здравствуйте. Вы Денис? Да, и Денис... Вы водитель? Да. Очень приятно. Дело в том, что я только что уволил предыдущего водителя и не справлялся, не справлялся. Не рассказали. Скажите, Бентли умеете водить? Да. Отлично. Так, смотрите, значит, я вам даю сейчас ключи, ключи. У меня Бентли. Ага. Пожалуйста, значит, вот ключики. Теперь, скажите, какую зарплату вы хотите получать? Вы знаете, я получал 35 тысяч рублей в Министерстве иностранных дел. Хотелось бы какого-то роста, я бы хотел 40 тысяч. 40 тысяч рублей вы хотите? 40 тысяч рублей в месяц? Да, хотелось бы... Хорошо, 40 тысяч рублей в месяц. Ладно, договорились, 40 тысяч. Так, все, я вас поздравляю, вы работаете теперь на меня. Спасибо, я понял, все, я... Смотрите, заданий будет много, потому что мой предыдущий не справлялся, я его уволил за шею. Значит, смотрите, так, даю вам сразу, смотрите, 5 тысяч рублей, 5 тысяч рублей. Это вы сейчас пойдете, заправите мой Бентли, хорошо? Там, ну, надо заправить. Ага, все, я понял. Надо заправить, да, я заправил. Все, я запомнил. Так, дальше, смотрите, 10, 20, 50, 60. Это вы положите в бардачок, бардачок. Ну, просто на всякие нужды. Знаете, там, когда сигареты, жвачку купить, ну, всякое бывает в пути. Хочется там, ну, чтобы не было, в бардачок киньте туда. Значит, дальше, смотрите, 200, 300, 400, 500. Это на гаишников будете отдавать. Я люблю ездить прямо, без светофоров, без ничего. Сразу отдаете гаишникам, все, и отдаете, хорошо? Это будет на гаишников. На гаишников, запомнили? Дальше, смотрите. Значит, дальше вы едете в прокуратуру, в прокуратуру, и заходите на четвертый этаж, там вас встретит Виктор Павлович. Отдаете это ему, Виктор Павловичу, хорошо? В прокуратуру? В прокуратуру. Виктор Павловичу, заберите конверт у него обязательно обратно, хорошо? Ну, такой конверт будет. Это заберите. Дальше, смотрите. Вы едете, вы едете, значит, опять в ЦУМ. Едете в ЦУМ. У меня сегодня у друга день рождения. Мы поедем, значит, на день рождения. Купите ему какие-нибудь часики, я не знаю, что-нибудь. В часах разбираетесь вы? В часах разбираетесь в часах? Ну, часики какие-нибудь купите, я не знаю. Ну, что-нибудь подороже. Хорошо, купите. Подороже? Подороже, да. Какие-нибудь часики ему. Ну, я не знаю, если не хватит, то еще возьмите. Значит, дальше. Смотрите. Его жене, его жене вы купите шубу, шубейку какую-нибудь, потому что она, ну, она такая любит шубу. И моей жене, моей жене тоже купите шубу, потому что она, ну, она, знаете, такая, ну, она... Если кому-то подарили, все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Значит, моей жене тоже шубу. Дальше, смотрите. Едете вы в МГУ, в МГУ, заходите на пятый этаж, там будет сидеть декан Виктор Валерьянович, да? Вы заходите и говорите, я фролову, я от фролова, от фролова, мой сын там учится, учится хереть. Поэтому, значит, просто отдаете ему вот это, отдаете ему вот это. От фролова. От фролова, за фролова, за фролова. От фролова, за фролова, да? Отдаете эту сумму, все. И после этого, значит, едете сразу в автомобильный салон. автосалон, потому что мой сын после этого закончил вуз, все, закончил вуз, так, едете, значит, поедете в автосалон, купите ему какую-нибудь машину, какую-нибудь машину, купите ему, ну, я не знаю, что-нибудь попроще, какой-нибудь, там, Бентли, Пагани, Зонда, ну, посмотрите на ваш вкус, если не хватит, вот еще, и дальше моей дочке купите какую-нибудь, там, я не знаю, собачку или какие-нибудь, в общем, что-нибудь купите, окей, все, не забывайте деньги, значит, так, и потом, после автосалона, вы приезжаете на новом Бентли туда, в МГУ, отдаете моему сыну Бентли и обратно на метро, на метро ездите вы? Да, на метро ездите, сколько сейчас метро стоит? 26 рублей, все, и 26 рублей на метро, все, хорошо, и возвращаетесь обратно сюда, ко мне, и едем домой, есть? Все поняли? Договорились? Да, так, сколько, 40 тысяч рублей в месяц? Да, можно 35, да? Да, все, можно 35, хорошо, все, идите, все запомнили? Да, отлично. До свидания. Все? До свидания. Не забывайте, там... Да хватит, хватит. Да? Ну все, вечером сюда, ко мне, в 11, жду вас, хорошо? До свидания. Все. Леночка. Да, Виктор Николаевич. А найдите мне, пожалуйста, нового водителя. Есть у меня ощущение, что он не приедет вечером сюда. И, пожалуйста, еще пару мешочков денег принесите мне, хорошо? Все, вам комфортно? Вам хорошо? Вы себя комфортно чувствуете? Настроение, огонь. Огонь. Как говорится, прожарка, огонь. Везде огонь. Новый сезон, старые декорации. Старый демис, вот показываешь, там написано демис. Старый демис. Я же когда-то очень сильно хотела попасть в прожарку, я смотрела ее, когда она была вот в таких декорациях. И круто, что получилось сюда. Мне вообще класс вернуться в прожарку, и меня давно не было. И еще у меня есть какая-то тактика, я ее придерживаюсь. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какая-то личная обида или какая-то личная претензия к человечку, за что ты его будешь прожаривать? Демиса сложно прожаривать, потому что он идеальный. Идеальный? Да. И как тогда шутить будешь? А я пока не знаю. Я вот готовился, а шуток пока нет. Торт поединный. Я все эти 4 года с момента прожарки дудя копил обиды на демиса. Демис какой-то крепкий орешек, надо его раскусить, надо понять, что за тип вообще. Мне кажется, он не такой, каким он хочет казаться. Что-то есть тут, да? Демис, конечно, довольно кристальный человек, у каких-то сложных зашкваров не за качество темы в этом интересе. У нас новый ведущий. Как вообще относишься? Не подсидел у тебя человечек? Мы прекрасно понимаем, каким способом Андрей оказался на этом месте, да. Слушайте, да может быть, это просто соболь. Просто он теперь моложе, да. Я думаю, что Бебуру удобнее стоять, чем сидеть. Так, ну и, конечно же, прожарка демиса Карибидиса. Может быть, тоже есть какие-то вопросики? Человек, вот актер у нас теперь сыграет сериал. Ну, можно и так сказать. Ну, вот. Уже началась, да. Можно и актер, да-да-да. Да-да-да, актер. Отличные волосы, да-да-да. Отличная спортивная форма, молодой, перспективный. Какой-нибудь спойлер им скажи, что их ждет? Ну, это вообще будет феноменально. Кирилл, привет. Привет, привет. Новый человек в прожарке. Расскажи про себя. Я работал много же, делал что-то и жил для этого. И всегда выглядел как ***. И поэтому меня позвали сюда. Чего? Ты близко. Близко, непривычно. Ты новенький. Я новенький. Такой светленький. Часто сидел на кожаных черненьких диванчиках вообще? Один раз. Один раз на кастинге. У меня выразили шутку про Валеру Артихову. Я хотел сказать шутку. Есть люди, которые называют *** Валерой, а я называю Валеру ***. Вот я хотел сказать, но мне это не разрешили. Да. Обозвал вас. Хотелось как-то сказать фразе, что он ***. Вот, собственно, и все для этого сделал. Хотя бы его волосы забрать. Хоть что-то. Хоть что-то у нас. У вас с ним на двоих полторы прически. Ну, какой-то может быть спойлер шуток своих? Да, нет. Нет? Нет, у меня две. Две шутки. Если я сейчас скажу. Мне будет одна. Можешь что-нибудь сказать нашим подписчикам? Мне, во-первых, интересно, почему вы на это подписаны, подписчики? Зачем вам это нужно? Ну, как? Есть жизнь, помимо этого. А зачем вам надо включить сейчас прожарку? Потому что, ну, будет Миша Лавров. А вы знаете, если где-то Миша Лавров, это значит качество. Пожар, посмотрите, человечек думает, что съемка идет. Ты просто еще наговорит, пока тебе в ответ ничего не сделают. Это завкафедры. Классный костюм. Желаю, матч. Красавец. Пришло время. Смотри прожарку Демиса Корибидица. Меня. Да. Смотри 24-го. Смотри прожарку меня Демиса Корибидица. 24 октября на ТНТ-4. Итак, перенесемся в центр Москвы, в один из самых продвинутых фитнес-клубов. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, тринадцать, четырнадцать. Спасибо, Эрик. Демид, вы сегодня просто молодчинка. Демид, вы сегодня просто молодчинка. Отлично прокачали ягодичные мышцы и особенно вам удался стретчинг косых мышц живота. Благодарю вас, тренер. Сейчас обязательно прокатитесь на лонгборде по парку Горького, а вечером выпейте стаканчик смузи. С ягодами горжи. Да. Все. Физкуль чмоки. Здорово, чепушила. Падай на карты, надо поботланить тобой. Падай. Здравствуйте, вы записаны на 17.00? Ты чё меня не слышишь, ты, гутаперчевый? Я тебе говорю, иди старшего за ноздри притащи сюда. Мне с ним надо в одного погутарить. Давай, быстро. А вы иностранец? Света, тут какой-то болгарин. Ты чё, гантеля в голову прилетела? Я тебе говорю, старшего позови. Быстро, давай. Загонзай, быстро, я тебе говорю. Откуль вы б знали об нашем качалковом клубце? Ты штанга бородатая. Я тебе говорю, я ушатаю тебя сейчас. Ты чё, не понимаешь? Я говорю, позови этого, инспектора мне позови. А, фитнес-инструктор вам нужен? Да. Это я, здравствуйте. Значит, послушай, сюда, короче, у меня девочка одна есть, Вика. Вика. Понял? 20 лет между нами разница. Ну, это не важно. Слушай, в общем, она говорит, ты раскабанел, я с тобой никуда не поеду. Понял? Она говорит, ты раскабанел, я не пойду с тобой на пляж. Она говорит, я не вижу твои глаза во время секса. Почему? Живот мешает, не задавай лишние вопросы. Я понял, вы хотите заняться своим телом. Я её телом хочу заняться, а я не понимаю, что... Вы пришли туда, куда надо, туда, куда надо. Регулярные занятия пилатесом, регулярный стретчинг, низкоуглеводная диета, и через каких-то 4 года вы себя не узнаете. 4 дня. Что? Да, Ибицы, 4 дня, у тебя 4 дня, понял? За 4 дня это невозможно. Как невозможно? Послушай, сколько килограммов я сброшу, столько килограммов денег я тебе заплачу. Понял? Вы заплатите мне килограммы рублей? Ну я хотел тебе денег заплатить, могу рублей заплатить. Давай, что надо делать? Давай, я понял, я понял. Вам нужно за 4 дня сбросить около 10 килограммов. Я Шереметьево 2 грамма сбрасывал, но 10 килограмм, ничего, давай. Что делать надо? Вы взяли спортивный костюм, не беда. У меня есть свой. Ага. Зачем? Что ж, отлично, теперь повторяйте за мной, давайте. Поехали. 1, 2, 3, 4, everybody, хорошо, ножку тянем, hands up, мы забудем про push up. Everybody громче бит, и пройдет наш целый вид. Давайте, за мной. Так, прыжки, прыжки на месте. Слушай, ты обезьяна, я хотел похудеть, а не педиком стать. Что ты тут устроил? Давайте более активно, просто более активно двигайтесь. В смысле двигайтесь? Можно, чтобы ты вот это двигался, а я вес сбрасывал, можно так? Это невозможно. Как невозможно, я один раз в сауне с келками закрылся на 2 недели. Вообще не двигался, 20 килограмм сбросил. Давайте, ноги на ширине плеч. Давай. Нет, нет, на ширине плеч. А что, у меня не такие плечи, что ли? Да, да, такие, давайте, такие. А теперь наклоны вперед. Наклоняемся. Сильнее, сильнее. Да, так, да. Давайте я помогу вам опуститься. Я тебе сейчас помогу опуститься, понял ты? Я говорю, давай нормальные упражнения какие-то есть. Давайте главное правильно дышать. Еще раз. Наклоны и дышим. А ну. Что ты там нюхаешься, не понимаешь? Мы будем что-то делать или нет? Упражнение. Понимаете, надо, чтобы вы вспотели, понимаете? Вони в налоговую тогда, пусть едут сюда. Зачем? Я по-другому не вспотею. Давай что-нибудь делать, что надо делать. Давайте попробуем хатха-йогу. Послушай, ты давай свои эти гамадрильские штуки заканчивай здесь. Нет, нет, хатха-йога. Что это? Вам нужно дотронуться коленом до кончика носа. А это легко, давай я сейчас... Нет, 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 вы не помнили. Хатха-йога. Я могу хатха и дотронуться, не проблема. Что? Ты объясняй нормально, что надо делать. Хорошо, хорошо. Переходим к более энергозатратным упражнениям. Занятие на хитболе. Давайте. Присаживайтесь. У меня дядя с Владивостока машины гонял, у него вот такой геморрой был. Возможно. Такое ощущение, как будто у меня 20 лет секса не было. Давайте, почувствуйте шар. Почувствуйте шар. Напрягите ягодицы. Я как тебя увидел, я сразу ягодицы напряг от греха. Послушай, мне такое ощущение, как будто я набрал вес. У тебя есть что-нибудь быстрее похудеть, чтобы... Хорошо, тогда вам предлагаю активную биодобавку. Мультифлекс Рекавери Бласт. Она ускоряет метаболизм в мышечных волокнах. Способствует более активному синтезу белка. А также более активному сжиганию жиров в подхожных отложениях. Я столько не снюхаю вашу это... Нет-нет, вы не поняли. Хотя... Нет-нет-нет, вы не поняли. Это нужно есть. Я сюда не жрать пришел. Я тебе говорю, мне похудеть надо. Хорошо, тогда предлагаю вам Бутишек Рекавери Плюс. Мультифлекс. Мощный комплекс аминокислот. Я с кислоты только слез. Не надо, не надо. Ты меня тёлка одна из Питера подсадила. Ты мне ещё траву предложи. У нас есть внизу фитобар. Мы там в чай добавляем 14 видов разных трав. 14 видов трав? Да, наш йога-айурведоконсультанты лично привозит их из Пакистана. Я думаю, что сюда молодёжь так прётся, а? А ещё у нас 18 видов саун, хамам, спа-процедуру, массажистки из Таиланда. Что за притон в центре города? Вы кто такие вообще, а? Вы от кого тут вообще? Вы прокурорские или бандитосы? Кто вы вообще? Э, ну просто ИП Новацкий, я и моя жена Олег. Значит, послушай, Олег, значит, закрывай богадельную, мы сейчас с друзьями сюда приедем. Алё, алё, Викуся, всё, на Ибицу не едем. Я в Москве Ибицу нашёл, всё, ездим. Давай, короче, закрывай, мы с друзьями сейчас приедем, и вот этого флекса побольше сделай. Всё, давай, короче, всё, организуйте. Дэви Скорибидит. Спасибо, спасибо. Великий и ужасный Дэвис Скорибидит. Премьера. Дэвис переехал из Греции в Геленджик. Звучит, как жизнь эскортницы наоборот. 24 октября. Когда Мартиросян брал Дэвиса в камеди, он брал, так сказать, грек на душу. В 11 вечера. Знаете, что общего у Дэвиса на сцене камеди и моей прабабушки? Они забывают слова. Прожарка Дэвиса Карибидиса. Дэвис не практикует фистинг, потому что на том конце может рак за руку грека цапка. Премьера на ТНТ-4.